О, Боже мой, о, Боже мой, эти пяточки меня не надо. Маленький, молодец, молодец, расти, расти, расти. Я уже слышала. Все получится, все будет хорошо. Едва касаясь, с трепетом и Надеждой, и Жанна, и Анатолий шепчут своему первенцу нежные слова. И он в свои 34 недели будто понимает, что рядом самые родные. Это их первая встреча после экстренных родов. Кроха появился на свет раньше срока – кило 300. Я видела, как наши врачи стараются по крупицам собрать для нас что-то подходящее. И благодаря их труду у меня теперь есть мой сын. У малыша динамика хорошая, он быстро восстанавливается. Я думаю, что он начнет быстро набирать вес, и мы с ним уже воссоединимся. Расти малыш продолжает под присмотром специалистов центра «Мать и дитя». Вес не самый критичный. Здесь выхаживают крохы даже от 500 граммов. Сегодня в палате под круглосуточным наблюдением 22 таких пациента. Недоношенные детки чувствительны к окружающей среде, поэтому в палате соблюдают определенный уровень шума. Но вот эти чехлы на инкубаторах защищают их от лишнего света. Ну а милые вязаные шапочки и покрывальца – это не аксессуар, а метод стимуляции, чтобы ребенок не забывал дышать. Условия внутри миниатюрных домиков, кювезов, как в утробе матери. Находиться здесь ребенок может до нескольких месяцев и даже после выписки – годы реабилитации. «Мы всегда выкладываем возле таких деток, которые вышли уже из нестабильного состояния, вот такую игрушечку, осьминожек, щупальца которого напоминает пуповину. Создает ощущение у ребеночка, что он находится в утробе». То, что не заменит ни один препарат – материнское молоко, миниатюрные детки могут получать так же, как и остальные. Для этого в РНПЦ открыли единственный в стране банк грудного молока. «Мы используем методику кенгуру, когда мама садится, и мы на грудь выкладываем ей ребеночка со всеми коммуникациями нашими, кормится через желудочный зонт, но все равно связь эта ощущается, чувствуется. Вот это первый элемент развивающего ухода для таких деток». Ведь еще 30 лет назад спасать таких детей медики даже не брались. Малышей с экстремально низкой массой тела считали абортом, выживали единицы. Прорыв в медицине начался в середине 90-х, принцип «бороться за каждую жизнь». Усилия лучших ученых и врачей страны, научно-исследовательского института охраны материнства и детства, института генетики и седьмой клинической больницы объединили. Так в 2004-м появился уникальный Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя». «Фактически все случаи, которые происходят в нашем центре, это тяжелые случаи. Это проведение фитоскопических операций по коррекции внутритробных патологий, плода и всего остального. Тоже аспекты, с которыми мы работаем. Это использование современных рентгеновоскулярных технологий, в акушерстве гинекологии, которые позволяют сохранить нашим мамам репродуктивную функцию ввиду сохранения органа сложного и иметь возможность рожать дальше деток. Это и экстракорпоральное оплодотворение, которое реализуется в виде бесплатной программы на государственной основе. Это и обследование на генетические заболевания. Поэтому мы идем в авангарде вообще мировой медицины». За медицинской помощью в РНПЦ приезжают со всей страны. Это бренд, который знают за рубежом. Высококвалифицированные специалисты вкупе с современными технологиями творят чудеса. Шанс стать родителями подарили тысячам пар. А еще здесь дарят надежду и доказывают, что даже бесплодие – не приговор. Активно развивается программа ЭКО. Когда-то это было фантастикой, но сегодня лечат и даже делают операции еще не родившимся малышам внутриутробно. Методом фитальной хирургии спасают около 50 маленьких пациентов в год. Сегодня это и объемное образование у плода, и пороки центральной нервной системы, объемное образование, патологии плаценты. Это все позволяет вовремя предотвращать осложнения и пролонгировать сроки вынашивания беременности, тем же самым увеличивая выживаемость плодов и снижая их осложнение и заболеваемость у новорожденных и профилактика соответственной инвалидности. Каждый случай уникален. Связь пациента и врача неразрывна долгие годы. Трудности сближают иногда на всю жизнь. На протяжении 26 лет я здесь тружусь, развивалась профессионально и, безусловно, поменялось и отношение к жизни. Моменты общения с этими пациентами, которым уделяешь много внимания, за которых переживаешь, которым помогаешь, они, конечно же, и тебя меняют. Мы всей семьей не помещаемся к вам. Врач Вера Русецкая для Елены и Дмитрия Карпович – близкий друг семьи. Судьба свела их 11 лет назад, когда у Елены начались сложные преждевременные роды. Первенец Ярослав появился в 29 недель весом всего 700 граммов. И смотря на все трудности спустя 5, а потом еще 3 года, на глазах Веры в семье появилось еще двое сыновей – Гордей и Назар. По такой воле судьбы я попала в мать и дитя, и она дотянула нас с Ярославом из 26 недель до 29. И без одного дня 29 недель были преждевременные роды. Мы с супругом всегда хотели большую семью. Дмитрия Михайловна не могла довериться в родах во всем. Она понимала, она знала, что со мной было первый раз и что могло произойти второй раз. И поэтому, наверное, вот как-то я уже шла, я не боялась, я знала, что тут я не пропаду точно. Если что-то произойдет с моим ребенком, то реанимация лучшая. Сложности и болезни остались в прошлом. Сейчас семья воспитывает троих здоровых и активных детей. А еще бесконечно благодарит каждого – врачей, заведующих руководство РНПЦ – за то, что помогли им стать родителями и услышать заветные «мама» и «папа». Такие случаи вдохновляют будущих мам и тех, кто уже столкнулся с трудностями материнства. Прижать к сердцу и поцеловать сыночка Жанна Баяшова пока не может. Но они с мужем вместе надеются и верят в лучшее. Символичным малыша планируют назвать Федор, что означает «божий дар». Ведь то, что врачи РНПЦ «Мать» и «Дитя» подарили их ребенку шанс на жизнь – что, если не чудо? Ирина Плотская, Игорь Витченя, Алексей Шаплов, Илона Хальвита. Наше время.